Телеканал Надия и Школа Библии представляют На сайт bible.ua поступил вопрос относительно Нового Завета Евангелия от Иоанна 20 главы 22 текста Сказав это, Дунул и говорит им, примите Духа Святого Владимир спрашивает, что значит Дохнул и сказал им, примите Духа Если на Пятидесятницу снова сошел Дух Святой Отвечает доктор богословия и следователь Библии Феликс Понятовский Здравствуйте Сегодня мы поговорим о Евангелии от Иоанна О предпоследней главе 20 и 22 тексте Здесь записаны следующие слова Сказав это, Дунул и говорит им, примите Духа Святого Вопрос заключается в следующем Почему Иоанн помещает этот эпизод именно в этот контекст? Ведь мы знаем о том, что сошествие Духа Святого произошло в день Пятидесятницы Для того, чтобы ответить на этот вопрос Нам необходимо в первую очередь поговорить хотя бы немного об особенностях Евангелий До нас дошли четыре Евангелия Три из них, Евангелия от Матфея, от Марка и Луки, называются синоптическими Евангелиями Они называются так, потому что они написаны с одной перспективы И действительно, в этих Евангелиях очень много материала общего для всех трех Евангелистов Хотя каждая Евангелие имеет некоторые особенности Евангелие от Иоанна – это совсем другое Евангелие Оно написано Евангелистом Иоанном И написано оно самым последним, когда все другие три Евангелия уже существовали И если говорить об Евангелии от Иоанна, то надо сказать, что Иоанн, когда писал свое Евангелие Отбирал очень уникальный материал В Евангелии от Иоанна практически не повторяются истории, которые встречаются в синоптических Евангелиях И Иоанн относился очень внимательно к тому, какие истории он поместил в свое Евангелие Об этом свидетельствует конец 20-й главы и конец 21-й главы Евангелия от Иоанна Здесь сказано так, 30-31 тексты 20-й главы «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его» И 25-й текст 21-й главы «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы книг, написанных о нем» Таким образом, здесь Евангелист говорит, что он знал намного больше информации об Иисусе Но он отобрал только самое необходимое, самое важное для того, чтобы поместить эти истории в свое Евангелие Евангелие от Иоанна также особенно тем, что в первой части Евангелия до 12-й главы Здесь Евангелист говорит о семи чудесах, которые делает Иисус Христос Но интересно то, что эти чудеса не называются в Евангелии чудесами Они называются знамениями или другими словами, знаками То есть каждое чудо должно открыть нечто новое об Иисусе Христе И действительно, Евангелие построено так, что Иисус Христос совершает какое-то чудо И после этого начинается дискуссия или какой-то разговор между Иисусом и учениками Или Иисусом и фарисеями И в этом разговоре открываются какие-то новые истины Далее необходимо отметить следующее Что в Евангелии от Иоанна отсутствуют некоторые эпизоды, которые мы привыкли видеть в синаптических Евангелиях Например, в Евангелии от Матфея, Евангелии от Луки Есть сцена вечери Господней Когда Иисус Христос собирает всех своих учеников А потом преломляет хлеб и раздает своим ученикам И говорит, что это тело мое за вас сломимое Также дает им вино и говорит, что это кровь моего нового завета Которая за многих проливается Евангелисты Иоанн включают сцену вечери Но в сцене вечери не происходит преломления хлеба Но мы знаем о том, что Иоанн включает другую историю в свое Евангелие Например, когда в 6 главе он повествует о насыщении голодной толпы И после этого как раз идет диалог, в котором он говорит о себе Что он является хлебом жизни, хлебом, шедшим с небес Таким образом, вот эта идея, что Иисус является хлебом Она присутствует в Евангелии от Иоанна, но она помещена немного в другой контекст Отличный от того контекста, который встречается в синаптических Евангелиях Также необходимо отметить то, что Евангелие от Иоанна очень символично Здесь много историй, которые имеют более глубокий смысл, чем тот, который лежит на поверхности И еще хотелось бы обратить внимание на то, что в разных Евангелиях есть некоторые детали Которые на первый взгляд, кажется, противоречат друг другу Но на самом деле это не так Я приведу несколько примеров Например, в Евангелии от Матфея в 8 главе говорится о том, что Иисус Христос приходит в Гиргизинскую страну И там его встречают два бесноватых, которых он исцеляет В параллельной истории, в Евангелии от Марка в 5 главе, та же самая история Но Иисуса Христа встречает только один бесноватый, которого Иисус Христос также исцеляет И вот здесь возникает вопрос, сколько же было бесноватых? Два или один? Или другой пример В Евангелии от Матфея говорится о том, что когда Иисус Христос воскрес И женщины при воскресении пришли ко гробу для того, чтобы помазать тело Иисуса Христа Они встречают ангела Этот ангел, сияющий ангел И они даже испугались, когда его встретили В Евангелии от Марка ситуация немножко другая Женщины тоже приходят ко гробу Но они встречают не ангела, а сказано, что был там молодой юноша, который сидел в белой одежде И опять возникает вопрос, кого же на самом деле видели женщины? Ангела или просто молодого юношу? На самом деле это кажущиеся противоречия Потому что всем известно, что если два или несколько свидетелей Говорят одну и ту же историю слова в слово Это является признаком того, что они не были ее очевидцами А они боятся отойти от заученного сценария, чтобы не открылся их обман Но если два действительно очевидца видели одну и ту же историю Они всегда будут рассказывать о ней, используя разную лексику Более того, рассказы будут отличаться Потому что, возможно, они видели эту историю с разных точек зрения Возможно, они видели ее с перспективы разного жизненного опыта и так далее Поэтому эти противоречия не являются противоречиями А они как раз и доказывают истинность и правдивость Евангелия Более того, вот эти различные детали можно и объяснить Например, в Евангелии от Матфея, когда упоминается о том, что было два бесноватых, которых исцелил Иисус Христос Данная деталь имеет важное значение Дело в том, что Матфей пишет свое Евангелие для евреев А для евреев очень важно, чтобы для какого-то чуда было два свидетеля И здесь как раз два человека упоминаются, которых исцелил Иисус Христос Евангелист Марк, с другой же стороны, пишет свое Евангелие для римлян или для язычников, скажем так И для него эта деталь не является важным, но для него важно, что Иисус Христос исцелил бесноватого И он об этом говорит Что же касается сошествия Духа Святого, а именно, когда это произошло В тот ли момент, когда Иисус Христос думал на учеников и сказал Примите Духа Святого, или же это произошло в день Пятидесятницы То это также один из примеров кажущегося противоречия Почему так можно утверждать, мы узнаем после короткого перерыва Напоминаю, сегодня мы говорим об Евангелии от Иоанна и о сошествии Святого Духа И ключевой вопрос заключается в том, когда Святой Дух сошел на учеников В Евангелии от Иоанна, в 22 тексте 20 главы сказано Сказав это, дунул и говорит им Примите Духа Святого Главный вопрос заключается в следующем Приняли ли ученики Духа Святого в тот момент, или же он сошел на них в день Пятидесятницы Как об этом говорит книга Деяний апостолов В первой части нашей программы мы уже выяснили, что между Евангелиями есть кажущиеся противоречия Которые на самом деле противоречиями не являются И данный вопрос также относится к этой категории А теперь давайте обратим наше внимание на то, как Дух Святой описан в Евангелии от Иоанна И надо отметить, что в синаптических Евангелиях Духу Святому не уделено много внимания Но в Евангелии от Иоанна о Духе Святом сказано достаточно много В своей последней беседе с учениками Иисус Христос постоянно говорит им о Духе Святом Например, 14 глава и 16 текст Далее он говорит И потом в 15 главе он говорит Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит Он будет свидетельствовать о мне И в 16 главе он опять и говорит о Духе Святом Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит И будущее возвестит вам И так далее И здесь Иисус Христос готовит своих учеников К тому, что им необходимо принять Святого Духа Он говорит о том, что Дух Святой есть с ними Но в полноте они получат Духа Святого чуть-чуть позже И теперь обратимся опять к 20 главе Евангелия от Иоанна Здесь Иисус Христос второй раз после своего воскресения Является ученикам, и когда они находились в закрытом помещении Он производит это действие Как это записано в 22 тексте Сказав это, Дунул и говорит им Примите Духа Святого Но данное действие не означает Что они приняли Духа Святого именно в этот момент Потому что, как мы уже отмечали Очень многие действия в Евангелии от Иоанна являются символичными И это действие также указывает на то, что они должны принять Духа Святого А то, что они не приняли Духа Святого в этот момент Также говорит и 21 глава Евангелия от Иоанна Потому что в этой главе мы видим, что ученики опять идут ловить рыбу И этим они свидетельствуют о том, что они еще до конца не понимают ту миссию Которая возложена на них Иисусом Христом Таким образом, мы видим, что Евангелие от Иоанна Никаким образом не противоречит книге Деяний Апостолов Иисус Христос говорит, что они должны принять Духа Святого в Евангелии от Иоанна Но во всей полноте Дух Святой сходит на учеников как раз в день Пятидесятницы Как об этом сказано в Деянии Апостолов В Евангелии от Иоанна говорится о том, что каждый христианин должен пережить рождение свыше А это рождение Святого Духа Без этого невозможно получить спасение Именно поэтому в Новом Завете часто говорится о том, что мы должны просить Святого Духа А апостол Павел говорит о том, что мы должны исполняться постоянно Святым Духом И если Дух Святой входит в нашу жизнь, то она полностью преображается И этого не заметить просто невозможно Я хотел бы пожелать этого каждому из вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!